Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Вчера мы провели 4-часовой стрим. Хомяки не сдаются, выходим из просадки. Спасибо большое всем, кто принял участие, всем гостям, спикерам. А поговорить сегодня я хотел с вами вот о чем. Вчера на стриме у нас был график золота затронут. И мы здесь на большом месячном таймфрейме увидели глобальную чашку с ручкой, которая пробивается наверх. Но на самом деле мне сдуло крышу вообще сейчас, когда я готовил это видео и посмотрел новый видос Бенджамина Кована. Я вам даже переводить его сейчас не буду. Я в двух словах просто объясню, что он тут говорит. Он говорит в целом про честную, справедливую цену биткоина, исходя из логарифмической модели и канала регрессии. И вот он показывает, что исторически вот у нас есть полоса вот этого среднего значения, которая, можно сказать, является честным. И мы, кстати, сейчас возвращаемся в эту зону справедливого значения, как вы можете видеть. Ну и дальше вот он накидывает нижнюю полосу и верхнюю, то есть зону перекупленных значений, то есть пиков рынка, да, докуда мы, кстати, еще, ну вот спорный тоже момент, дошли или не дошли вот здесь. И зону аккумуляции, где всегда исторически выгодно было накапливать биток. То есть мы сейчас приближаемся скорее к зоне аккумуляции, как вы можете видеть из этого графика. Плюс он тут говорит об уменьшающихся возвратах и удлиняющихся циклах. То есть эта штука, она тоже на самом деле стремится к нулевой волатильности в какой-то момент. Но я заметил абсолютно сумасшедшую вещь на графике, ребята, сумасшедшее сходство глобально вот этого огромного паттерна по золоту и биткоина на логарифмическом масштабе. Посмотрите-ка внимательно, друзья. Да, конечно, тут разный угол наклона. То есть на биткоине вот это вот трендовое, это, грубо говоря, горизонталь. Но тем не менее, посмотрите-ка, у нас с вами есть такая же чашка с ручкой. На двухнедельном это даже будет лучше видно. Посмотрите, биткоин у нас с вами рисует чашку с ручкой. Просто ручка двойная. Такую же, как он рисовал и вот здесь. И вот здесь, в принципе. То есть это паттерн по всем параметрам, пробивающийся наверх и очень-очень сильно. Прямо конкретный to the moon куда-нибудь на 200к. Который, собственно, все и ждали, но уже перестали верить. Если вы посмотрите голосование в нашем вчерашнем стриме. Вот у нас было голосование. Дно это было или нет? Собственно, большинство ответило нет. Это было еще не дно. 67% и только 33%, что да, это было дно. Соответственно, многие перебули с медведей и ждут сейчас уже более низких значений. Так вот, смотрите, друзья. Очень бычий на самом деле паттерн. Вот она, эта крышка этой чашки, если хотите. Такая же, как была вот здесь. И посмотрите, абсолютно точно то же самое у нас с вами на золоте. Виднеется на месячном таймфрейме. Разве что угол наклона не такой, конечно, идеальный. И вот эта чашка отрабатывала гораздо дольше. То есть она была длиннее. Но, грубо говоря, о чем я вам хочу сказать, что действительно дефицитные активы, такие как биткоин и золото, они будут, конечно же, стрелять. Они будут стрелять. И это не потому, что они будут расти, ребята. Это просто будут скамиться фиатные валюты. Доллар будет. Вон мы видим, что происходит с боливаром, с песо, с лирой, с рублем, в конце концов, с гривной. С долларом то же самое будет. Любая фиатная система обречена на поражение. И ценность любой фиатной валюты стремится к нулю, ребята, к нулю. Потому что просто переверните график. Вот вам график доллара в золоте. Посмотрите, он все время падает. Вот вам график доллара в биткоинах. Посмотрите, он тоже все время падает. Ну и какой смысл тогда держать эти доллары и всю эту шляпу? Ну и под таким соусом напоминаю вам, что на нашей любимой бирже Femex есть контракты Gold. И вы можете ими торговать спокойно здесь на фьючерсах этой платформы, как биточкам, имея обеспечение Tether. Собственно, я сейчас пока не нахожусь в лонге по золоту, потому что я забрал вот это небольшое движение и выходил из позы на выходные. Поскольку на выходные золото не торгуется, как вам известно, наверное, оно стоит в боковике зажатом. Соответственно, я выходил и вот сейчас думаю, где бы перезаходить, потому что я переходил в дешевый биток. У нас подешевел биток и я взял на отскок вот здесь вот лонг по битку. Поэтому, ребята, просто довожу до вашего сведения, кто еще не знал, что вот здесь есть в контракт трейдинге. Крутите вниз и находите Gold. Золотые контракты. На мой взгляд, сейчас гораздо лучше хеджировать прибыль в золото, чем в тот же USDT, который, понимаете, ну как бы у него одна дорога. Вот, поэтому смотрите, биржа шикарная. Сейчас сверху появится видеообзор, как на ней торговать. Я лично буду набирать сейчас снова золото в лонг в какой-то момент. Скорее всего, по пробитию из этого треугольника. Глобального большого вот этого треугольника, в котором мы сейчас находимся. Потому что выход, еще раз вам говорю, из него наверх, как и по биткоину из этой чашки с ручкой, так и по золоту. Ребята, а так что можно сказать? В принципе, неплохой отскок наблюдается. Отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Все достаточно хорошо пошло. Что и следовало, в принципе, ожидать при таком количестве покупателей и отсутствии продавца. Вчера переводил твит к нам в Telegram CC15 Capital. Вот они пишут, перестаньте продавать свои биткоины в панике этому парню. Он покупает на 2-18 миллионов долларов каждые несколько часов. И правда, посмотрите, какой-то адрес. Скупает все битки просто оптом. Поэтому, ребята, хешрейт на историческом максимуме, напоминаю вам, никому не нужен биткоин по 40 тысяч, уже даже дешевле. Всем был нужен по 69, как всегда. Ну, то есть, толпа просто покидает рынок. Экстремальный страх уже месяц у нас с вами. И спекулянты просто покидают рынок. Потому что, вот, посмотрите, у нас по всем фундаментальным метрикам лучше место для покупки. Это, конечно, глобально. Глобальная картина. Неумолимый лонг, ребята. Поэтому радуйтесь, что такие просадки. Докупайте, что есть маржи. Аккуратненько, с расстановкой, с риск-менеджментом. А сейчас я вам хочу показать короткий отрывок из свежего интервью Майкла Сейлора. Что он там говорит про биткоин в долгую. Смотрите это обязательно, если у вас тоже руки чесались продать и выйти с рынка на локальных лоях. Дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гриня. Все ссылки в описании. Лучшие биржи, обменнички, надежные кошельки, наш телеграм, все остальное. Торгуйте аккуратно, да пребудет с вами профитроль. Скоро увидимся, пока. Если вы будете инвестировать в биткоин, короткий срок это 4 года, средний срок 10 лет. Правильный срок, вечность. Уоррен Баффет говорил, если вы не собираетесь держать это 10 лет, вам не стоит держать это 10 минут. Если вы посмотрите на 4 года, никто не терял деньги за 4 года, держа биткоин. Если вы посмотрите на наш опыт, мы начали покупать биткоин по 10 тысяч, и он вырос в 4 раза. Итак, учитывая правильные временные рамки, у вас будет все в порядке. Он благословение и проклятие. Благословение в том, что это самая интересная вещь в финансовой вселенной. И проклятие в том, что люди, настроенные на короткий срок, могут от него уставать. Как вы думаете, что стоит за этим обвалом рынков в начале 20-го года? Я думаю, что здесь много динамик. Если вы посмотрите на всю экосистему, у вас есть ряд регуляторных неопределенностей, особенно вокруг стейблкоинов и криптотокенов. И того, ценные ли это бумаги. И это создает беспокойство. У вас очень много плеча за границей, очень много криптобирж, которые могут торговать с плечом до 20х. На этих криптобиржах очень много токенов с кросс-обеспечением. И между ними и DeFi биржами можно получить гораздо больше, чем 20х. Это второй источник волатильности. Крипторынки как будто созданы для того, чтобы стимулировать волатильность. И это создает отношение любви и ненависти между криптоэкосистемой и биткоин-ходлерами. Биткоин-ходлеры держат 10 лет, иногда 100 лет, иногда 1000 лет. И тем не менее, у вас есть хедж-фонды, у которых очень много плеча и гигантская волатильность. Но это две абсолютно разные инвестиционные ментальности. И когда они сходятся вместе, в результате у вас получается самый безопасный актив на следующий век, который называется биткоин. И самый волатильный рынок, который называется крипто. И они могут соединиться к лучшему или к худшему в 2022. Мы поняли, что вы ходлер. Но для испуганных людей, для новичков на этих американских горках, краткосрочно, какая траектория биткоина наиболее вероятна в этом году для вас? Мне кажется, что он консолидируется на этом уровне. Это хорошая точка входа для инвестициональных инвесторов. Я разговариваю с богатыми людьми, семейными офисами, директорами публичных компаний, владельцами частных компаний. И они видели, как биткоин поднимался в 2021. И многие боялись бы купить его, если бы он вырос на 400% за год. Но он упал на 40%, консолидируется. И они видят, что его принимают люди, такие как Билл Миллер и другие очень уважаемые инвесторы. Его принимают регуляторы, сенаторы, конгрессмены, публичные компании. И они смотрят на это, как на хорошую точку входа. Но я буду не прав, если я не скажу вот что. Что действительно происходит на макроуровне? Это инфляция. 7%. Посмотрите на турецкую лиру. Она обрушается, ПСА обрушается. Есть история волатильности для традиционного инвестора на Манхэттене. У него портфолио с акциями. Но 75% мира не могут купить S&P. Они в Африке, Азии, Южной Америке. Если у них активы в банке, их заберут. Они не могут купить акции. Так что реальная история в том, что это цифровая собственность, решающая проблему 8 миллиардов людей. Субтитры сделал DimaTorzok